В средние века существовало довольно распространенное искусство алхимии, унаследованное от античности. Истоки Коева принято искать в трудах Гермеса Трисмегиста. Оно стало предшественником современной химии. Многие ученые того времени посвящали своей жизни поиску бессмертия, трансмутации и философского камня. До нас, к сожалению, дошли лишь разрозненные сведения. Преимущественно о разного рода мошенниках и связанных с ними казусах. Искусство это было забыто и предано анафеме. Наука дерзко вступала в свои права. Только в 19 веке с расцветом спиритизма и мистицизма, с появлением таких посвященных, как Балавадская, Штайнер, Гурджиев, об алхимии стали говорить снова. Одним из предвестников стал выдающийся французский писатель Виктор Гюго, уделивший немалую часть своего знаменитого романа «Собор Парижской Богоматери» 1831 года «Тайном алхимии». В его прочтении тайны этого искусства были сокрыты в памятниках архитектуры. Для знающего человека они были как открытая книга. Мы не знаем, руководствовало ли писателям только стремление сохранить собор, который в то время находился под угрозой сноса или радикальной модернизации. Стоит отметить, что в этот раз волшебная сила искусства принесла свои плоды. Вслед за выходом романа по всей Европе началось движение за сохранение в первозданном виде этого выдающегося памятника архитектуры. Или мотивы Гюго были несколько глубже. Так или иначе, любой желающий мог и может ознакомиться с концепцией этого полузабытого искусства. Спустя практически сто лет знамя алхимию Гюго перехватит таинственные фулканели. То ли человек, а может талантливая мистификация. И по сей день в этот вопрос не внесена окончательная ясность. Тайны готических соборов и эзотерическая интерпретация герметических символов Великого Делания 1922 года фулканели оказали неизгладимое впечатление на своем. Ременников. Побуждая вновь и вновь приступать к пределы разумного в поисках сверхъестественного. Так что же будет, если смешать пауэрную гитарную посту, вокальные мелодии и ходы аора, разбою это наполненной юношеским романтизмом лирикой, и пригласить на вокал Дмитрия Харатьяна? Правильно. Дебютный альбом группы Гран Кураж как раз и являет собой эту грибучую смесь. Правда в те времена коллектив назывался еще скромно – Кураж. До конфликта с Дмитрием Четвероговым дело еще не дошло. Альбом «Вечная игра» оставляет после себя двоякое впечатление. С одной стороны на пластинке присутствуют яркие провалы, а с другой – недозревшие песни, которые при других условиях могли бы стать потенциальными хитами. К творческим неудачам коллектива можно сразу записать песни, посвященные представителям фауны, пусть даже мифологической и порой метафорической. Что композиция «Сирены», так и композиция «Стервятники» оставляет в недоумении. Зачем сочинять и записывать такие второсортные песни, состоящие более чем полностью из клише? Последний танец «Царь» и «Только вперед» звучат чуточку лучше, но тоже за исключением пары моментов не выходят из рамок, характерных для жанра. Отдельно стоит отметить напрочь искусственную и слащавую композицию «Помни обо мне». Эстрада – не самым лучшим ее проявлением. Песня, абсолютно лишенная каких-либо эмоций. На самом деле не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Последовательность композиции была выбрана с умом. И негативные впечатления чередуются с положительными. Светлая сторона альбома представлена открывающей композиции «По ту сторону неба». Это бодрый боевик с претензией на хитовость. Но этому помешала некоторая топорность аранжировки. На том же бридже песня банально провисает. Следующий за ней «Теория хаоса» – трек, идентичный предыдущему, но с более удачным решением инструментала. Полу-баллады «Дождь» в стиле аора 80-х. Хорошая песня. В потенциале могла бы стать хитом. Но непродумность аранжировки и отсутствие вкуса всю порцию. И те, кого рядом нет. Впервые у вокалиста Михаила Житникова прорезаются зубки. Агрессивная вокальная подача и качающие рифы присутствуют. Бесспорно, творческая удача пластинки. Особняком стоит кавер-версия на бременских музыкантов. Представляющая собой алхимический микс из песенки заезжих музыкантов, песни друзей, легендарного рифа «Smoke on the Water» и вступлением из соло-партии из посреднего отчета Европы. Надо сказать, что кавер звучит более задорно и убойно по сравнению с родным материалом коллектива. Михаил Житников прекрасно справился с заезжими музыкантами, но в, казалось бы, более простой песне друзей звучит неуверенно и плавает. Основной проблемой коллектива является развитие мелодий. Даже самые интересные и вкусные музыканты умудряются обесценить. Аранжировки и композиции выполнены неудачно. Многое нужно сократить и еще больше добавить. Беззаимственней также не обошлось. В композиции «Дождь» чувствуется влияние бессмертной Nothing Else Matters Metallica. Соло-партии «Те, кого рядом нет», при желании можно услышать цитату из Rings 234 Рамштайн. В «Царе» риф «Вступление» отсылает нас к знаменитому Кашмиру Ледзеппелин, а проигрыш на клавишных в середине композиции напоминает ноутбук «Проди жизнь». В целом, альбом хорош, но мог получиться намного лучше. Работа Михаила Бугаева как гитариста весьма убедительна. Партии гитар звучат пусть и однообразно, но серьезно и жестко. Как к аранжировщику, к нему еще много вопросов. Чувство меры приходит с опытом, если вообще приходит. Михаилу Житникову, вокалисту коллектива, нехватило эмоциональности. Большая часть композиции пропета на одном и том же дыхании, что добавляет в работу излишней монотонности. Но ничто не порчит впечатление о коллективе так, как ужасное и безвкусное оформление альбома с до жути непрофессиональными фотоснимками. Складывается впечатление, что и сами ребята воспринимают свою пластинку не всерьез. Альбом «Вечная игра» имел неплохие шансы стать по-настоящему интересной работой. Многочисленные огрехи свели эту возможность на нет. Чудо не свершилось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok